В воскресенье 15 октября официально завершается садово-огородный сезон 2017. Но не для всех. Год от года в Магнитогорских садовых некоммерческих товариществах увеличивается количество семей, стоящихся зимовать на своем садовом участке. Организация всего необходимого для жизни людей в садах в зимний период, конечно же, добавляет проблем и руководителям правления садовых товариществ, и городским властям и экстренным службам. Но общими усилиями их приходится решать. Видимо, не за горами. Тему продолжит Юлия Никифорова. В Магнитогорске действует 30 садовых некоммерческих товариществ. Ежегодно практически в каждом из них остаются зимовать люди. Только в самом крупном СНТ нашего города, да и Челябинской области в целом, строители один, в котором 5,5 тысяч садовых участков, зимой проживают около 30 семей. В их числе супружеская чета Каюмовых. Мавлет Харисович работает здесь охранником и круглогодично, начиная с 2005 года, проживает в своем садовом домике. На зимниках специально отдельно проводятся провода, где-то в общей сложности где-то на зимний период около 200 человек. Там уже у нас подключается. И платим ежемесячно по мере потребления электроэнергии. Там цена, конечно, чуть-чуть побольше, чем в летний период. Мавлет Харисович с детства привык жить в своем доме. В городе ему не по себе. Контакт с землей, рассказывают супруги, дарит их семье особую гармонию. На земле, когда мы работаем, обмен энергии. Как мы за все ухаживаем, она через эту землю нам дает урожай. Мы на зиму ничего такое не покупаем, все мы замораживаем, все солим. Все у нас для себя. У нас это как бы радость и счастье. К сожалению, далеко не все зимники живут в садах только из-за любви к земле и запасаются, как Мавлет Харисович, дровами и углем. Есть и такие, у которых из-за сложного материального положения просто нет другого жилья, кроме садового домика. Отсюда и частые случаи воровства электроэнергии. Это одна из самых проблем воровства электроэнергии. И не хочу сказать, что она делится на зимний период или на летний период, но такая проблема существует и очень большая проблема. Но приходится бороться. В прошлом году у нас проживало 1762 семьи. Почему мы знаем эту цифру? Потому что каждый год, вот сейчас началась подготовка, каждый садовод, который оставляет электроэнергию на зиму, будет он жить там или не будет, но он заключает договор с правлением сада на потребление электроэнергии и на какие-то затраты. Мало того, количество этих людей, мы докладываем главам районов, они в курсе, вот эти списки подаются. И все соответствующие службы, это полиция, это МЧС, значит, не думайте, что это так все просто. Пожарные инспекторы, в свою очередь, напоминают магнитогорцам, проживающим в садах или просто любителям попариться в баньке зимой, о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Уже в этом году в садовых товариществах Магнитогорска было зарегистрировано 43 пожара. Основными причинами возгораний в садовых домиках являются неисправность электропроводки, печного отопления и так называемое неосторожное обращение с огнем, когда нетрезвые садоводы засыпают сигареты в руке. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.